приветствую вас знаете у каждого канала есть какие-то свои такие вот сложившиеся годами традиции я вечно рассказываю там то обзорчики то чуть-чуть для начинающих то еще что-то простите я никогда не думал что я буду это снимать но я сдался я просто сдался я не могу я не могу больше сидеть и часами тыкать резисторы в печатную плату я уже потерял счет сколько катушек я это сделал поэтому вот здесь будет появляться периодически такое вот видео как блока разработчика и я здесь буду делать свой расстановщик компонентов на печатные платы я не думал что когда-нибудь это будет сделано но вот приходится это невозможно я больше не могу огромнейшее спасибо тем подписчикам кто вот активно поделились информацией по этой теме вот кто меня поддержал эдуард вообще вот уважуха и спект за то что делитесь информацией и компонентами ну и вот давайте я расскажу сегодня я закончил голову конечно же у меня уже был опыт создания своих собственных станков благо в нашей мастерской их достаточно много они разных размеров разного функционала и я прекрасно понимаю что единственный правильный путь сделать нормальный станок это нужно сесть в редактор начать отрисовывать те элементы которые у вас есть заводские те элементы которые вы будете там неважно печатать фрезеровать или каким-то другим образом создавать и так вот постепенно детализируя и собирая ваш станок на экране компьютера вы получите именно детали которые вам необходимо изготовить они будут достаточно проработаны достаточно качественно сделаны и уже можно будет попытаться их каким-то образом изготовить но этот процесс длительный он требует наличие там свободного времени поэтому я решил пойти несколько другим путем я буду делать так скажем как вот как ацп работает методом последовательного приближения то есть я буду быстро отрисовывать деталь ну не затраты времени здесь будут минимальными на вот эту отрисовку соответственно ночью она будет печататься на принтере и другой день я буду оценивать результат таким образом я буду тратить там по 15-20-30 минут в день это не будет какой-то большой нагрузкой там для меня для семьи и с другой стороны работа будет постоянно двигаться будет уже что-то интересное ну так собственно я и поступил тут кстати еще одна интересная вещь статистику подвезли и вот статистика говорит что по-прежнему есть люди а их 30 почти 38 процентов которые смотрят этот канал без подписки господа вам что трудно подпишитесь а мне приятно опять таки будет вот всего лишь нажать на кнопочку подписаться там колокольчик поставить кстати с колокольчиком вообще позор какой-то все позор 9 процентов давайте как-то вот это изменим а мне опять-таки приятно будет я вам спасибо скажу так вот возвращаясь к станку прежде всего конечно я взялся за двигатель это вот хема-8 который будет поворачивать компонент перед его установкой тот кто будет крутить само жало пинцет в данном случае двигатель имеет полый вал вот такая да смешная хема-8 я сам впервые держу его в руке двигатель имеет полый вал и первая проблема которую пришлось решить как к этому полому валу вращающемуся подсоединить шлангу но здесь все очень просто это не мною решение придумано было напечатано такая вот крышечка шапочка с выходом то есть получается мы делаем разрешение разрежение под этой крышкой ну и соответственно всасывается из полого вала это чудесно работает и следующее что пришлось сделать это какое-то крепление для того чтобы этот двигатель можно было крепить к направляющей к каретке направляющей вот было распечатано вот такое крепление это вот в том то что я и говорю что это предварительная версия здесь еще не было ничего сделано для и меня и уже потом вот получился вот такой вариант когда вы видите здесь уже есть крепление и меня вот она линейная направляющая и вот так это уже теперь работает в окончательном варианте. Точно такая же судьба была и у пластины, которая образует, крепит все компоненты на оси Z. То есть первоначально эта пластина имела вот такой вот вид, то есть она была примитивная, и в процессе первой же эксплуатации выяснилось, что вот этот ограничитель никуда не пойдет, что он сломается, что я и сделал, что не хватает целого ряда отверстий, которыми будет крепиться вторая часть направляющих датчиков и так далее. И соответственно, то есть когда ты видишь все недостатки этой конструкции, деталь тут же перепроектируешь, точнее изменяешь уже тот чертеж, который есть, и получаешь ее обновленный вид, который уже вот так более-менее нормально выглядит, и вот эти отверстия стали, винты будут утоплены, все уже замечательно. И вот что вы не говорите, у такого способа моделирования есть реальные плюсы. Ну вот деталь, допустим, это крепление двигателя. Сколько нужно времени, чтобы рисовать такую деталь, тем более, что здесь только несколько параметров реально важны. Это крепежное место самого двигателя и то, чем это движется, крепится к линейному подшипнику направляющей. В общем-то, размеры все можно без проблем найти в интернете, как описание к этим изделиям. Точно так же и с основной пластиной оси Z. Вот что первая деталь, что вторая, были смоделированы, но не более чем за полчаса такого вот размышления, какого-то философствования. Ну и, соответственно, они получились нормальными и пошли в реальный расстановщик уже со второй попытки. То есть это действительно, ну, по крайней мере, на мой взгляд, это позволяет экономить время и достаточно хорошо. Здесь есть приятная новость для тех вот, кто, как и я, не обладает лишним свободным временем. Вышло таким образом, что для того, чтобы сделать эту ось Z, цвет собрать, и вот она находилась в такой вот, в таком состоянии, как сейчас показывается на этих вот кадрах видео, ушло, в принципе, около двух, двух с половиной часов. Причём это время, оно действительно было размазано по вот рабочей неделе. То есть я не говорю о том времени, которое было потрачено на печать каких-то там узлов, тестовых. Печатает принтер ночью, ты утром просыпаешься и отшкребаешь какую-то очередную напечатанную детальку. А вот в том плане, что на моделирование, на какое-то фантазирование о устройстве этого станка, остановщика, ушло не так уж много времени. Те, кто внимательно смотрит видео, наверняка заметили, что на оси Z нет двух достаточно важных вещей. Первое, это, собственно, нет крепления имня или какого-то вот узла, который будет двигать ось Z вдоль оси X, ну или Y, уж кто какой станок делает, как в оси строит. Вот. А второе, обычно на расстановщиках на оси Z крепятся и соленоиды, которые управляют подачей воздуха. В принципе, это логично. Тогда получается, что шланг от пинцета до соленоида, он не такой длинный и не бывает там большого количества воздуха, его легко откачивать, сразу же наступает захват элемента. Вот. Поэтому здесь я поясню. Значит, что касается узла крепления имня, который будет двигать вдоль оси X. Вначале я уже оставил на оси Z несколько закладных под отверстие для крепления этого имня, то есть узла какого-то крепления его. для этого мне нужно вначале построить прототип оси X для того, чтобы можно было прикинуть, где этот будет ремень, как он будет проходить. И вот я сейчас даже покажу, как это выглядит. Дело в том, что как для оси X, так и для оси Y я использую обычные полированные валы, только в одном случае 12, в другом случае 16 мм. Ну уж, как говорится, что было в наличии, то и вот досталось. И, по сути, я очень сильно волновался, что из-за температурной деформации деталей при печати у меня уйдут размеры. Причем здесь же как, что подшипники, что валы, они достаточно качественные, люфт там хоть и есть, но он минимален. Я боялся, что ось Z во время движения вот по валам из-за того, что есть искажение вот в размерах деталей крепежных, что ее будет подклинивать. Поэтому, собственно, я не остановился только на оси Z, я быстренько пошел так вот, просто это вот пробное моделирование случилось креплений оси X для того, чтобы зафиксировать валы и убедиться, что это не клинит, что ось Z по ним адекватно двигается. Да, мне здесь повезло, то есть, с тем, что толщины деталей одинаковые и пластик из одной и той же партии, то есть, усадка получилась и там, и там примерно одинаковой, и деталь не клинит, она даже без какой-то там юстировки и доработки напильником двигается просто замечательно. Но здесь я считаю, что мне просто повезло, и вот на текущий момент такое состояние, то есть, я начал моделировать детали уже крепление именно оси X, крепление валов, здесь предстоит домоделировать мотор-маунт, то есть, крепление двигателя, натяжение имня, узел крепления этого имня к оси Z, ну, то есть, вот это уже, так скажем, планы следующей недели. Конечно же, я понимаю, что вот в этом видео про остановщик нет ничего нового, их сделаны тысячи людей, есть разные у кого-то удачные, у кого-то менее удачные конструкции, вот просто буду периодически делиться, как в своем блоге, тем, что сейчас с ним происходит. Огромнейшее вам спасибо за просмотр, ваши комментарии вот туда, пожалуйста, внизу под видеороликом. Огромнейшее вам всем спасибо и за поддержку, и за просмотры, и за ваши позитивные советы, ну, и всего вам самого доброго. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok